Дорогие друзья, следующая муза, которая придет нам в гости, ее зовут Эфтерпа. Это муза музыки, самые утонченные из всех муз. И особенно приятно, что она сегодня к нам пришла в виде двух молодых людей. Это Вячеслав Яровой, наш постоянный и любимый гость, человек-оркестр, и его друг-напарник Дэвид, о котором, я думаю, Слава нам расскажет поподробнее. Доброе утро! Здравствуйте! Вячеслав, вы давненько бывали у нас в гостях, и мы хотели бы, конечно, прежде всего спросить о переменах, которые произошли в вашей жизни, кроме прически, я это лично запомнил. Что еще новенького появилось? Прямо с языка с нами, пожалуйста. Ну, трудно, наверное, все сразу рассказать. Я, наверное, выделю самые основные моменты. Это текущая запись нового сольного альбома, у меня уже вышел сингл, называется No Kidding, доступно проскачиваемое в iTunes и всех прочих таких интересных местах. Вот, и, наверное, еще немаловарный факт, это сотрудничество с Дэйвом. Мы много записываем песен, много выступаем, много всего интересного. Ну, и давайте тогда поподробнее с Дэвидом познакомимся. Познакомились мы тоже при творческих обстоятельствах, мы вместе выступали на одной площадке, но при этом, не зная об этом, вот я смотрю, стоит Дэйв, он поет, и мне интересно было с ним пообщаться, чем он занимается, и мы потом решили вместе что-то создать, попробовать. И это все закрутилось, завертелось, теперь у нас творческий союз. Вы знаете, обычно, когда создаются творческие союзы, им придумывают название, ну, типа, «Чай вдвоем» или, ну, что-то такое. Как решили назвать свою команду? Нет, ну, я понимаю, что дело не в вашем телосложении, ребята, вы не подходите под это название. Ну, у нас нет постоянного названия, он просто Дэвид Кэттен, я под поческим псевдонимом Ахэну, что переводится как «Смеющийся, улыбающийся постоянно». Вот, под такими именами мы выступаем. Очень интересно, что вы используете много непонятных для меня слов на иностранном языке. Кстати, не могу догадаться, на каком. Это в целях просветительства, чтобы люди подучили, или все-таки есть какое-то значение? Или это модно просто сейчас? Нет, мне просто Ахэну, это с индейского языка переводится как «Смеющийся». Мне нравится этот стиль музыки, если это можно назвать, это культура, поэтому я взял такое творческим псевдонимом. И я думаю, по прическе вы тоже... Здорово. Вот если говорить о вашем совместном творчестве, чему вы учитесь друг у друга, в чем вы видите сильные стороны друг друга? Ну, наверное, каждый из нас в чем-то по-своему силен, да и в вокале, и у него много своих разных интересных музыкальных приемов, которые мы пользуемся во время записи. Я, наверное, больше силен в инструментальной части, и как-то мы пытаемся это друг у друга черпать и самосовершенствоваться в музыкальном плане. Ну, давайте мы, может быть, дадим возможность нашим телезрителям оценить ваши сильные стороны. Сыграем что-нибудь? Отлично. Это будет импровизация на тему Maroon 5 «This Love». О, Гор? Да. Отлично. 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 Эти... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДИНАМИ 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 Есть музыка европейская, есть музыка, которая представляет американскую культуру, есть музыка русско-народная. Вячеслав играет в народном оркестре. Познакомил ли вас с элементами русской народной музыки? Лично он нет, но мне нравится народная музыка русская, потому что именно лирическая, допустим, и Ухнем, и Волга очень глубокая. Чаще всего то, что мы поедем в караоке-барах в такой вечеринке. Или кони, мы пойдем с конем. Моя любимая. Я думаю, что слабо попадусь на кавер-версии. Да, да, кстати, это отличная идея. Ребят, спасибо большое за то, что сегодня вы пришли в нашу студию. Сегодня тема нашего эфира все музык, гости к нам. Мы желаем, что вас чаще посещала муза, потому что само название музыка, оно пошло от названия этих греческих женщин, которые периодически вдохновляют творческих людей. Вдохновение вам. Я ходила на концерты, ребята, или нет? А-а-а, да. Вдохновение зрителей, много денег и славы во всем мире. Успех, самое главное. Спасибо. Не забывайте нас, приходите к нам к гостям. Спасибо. Друзья, ну что же, наш эфир двигается дальше, наш эфир продолжается. Никуда не уходите, мы требуем небольшую паузу. Дело в том, что Мария тоже играет на гитаре, она споет нам быстренько, кольчиками на колени купола, а потом мы продолжим эфир программы. Спасибо.